Всем здравствуйте! Как вы понимаете, если вдруг вы находитесь дома, надо время проводить с пользой. Вот, например, утро наступило и пора приготовить вкусный завтрак. Все готовят сырники уже по моим рецептам. Я смотрю, шакшука разошлась по миру и, безусловно, это подходящее блюдо для того, чтобы начать свой день с хорошего настроения. Я про желудок в том числе. С кашами мы пока еще не работали и надо начинать помареньки. Давайте начнем с овсяной каши, потому что овсяная каша, по мнению многих моих друзей, это такая как бы каша такая фу, ну, что-то там каша овсяная, лучше, конечно, рисовая и так далее. Овсяную кашу надо уметь готовить и нужно уметь готовить ее вкусно. Я расскажу, как готовлю ее я, а вы дальше что-нибудь возьмете для себя полезное. Безусловно, я уверен, вы так каждый раз и делаете, когда заходите на мой канал. Спасибо вам за это. Итак, значит, у меня каша будет не просто овсяная, она будет, во-первых, с яблоками, корицей, ну, и приготовлена по особому рецепту, по особой технологии. Значит, что я делаю? У меня есть маленький ковшичек, я включаю огонь и высыпаю сюда хлопья. Идеально и быстро варить из хлопьев, вот из таких вот, крупного помола, так сказать. Я высыпаю сюда хлопьев, здесь, наверное, граммов 30, наверное, не больше тут, она легкая. И вливаю сюда воду, именно воду. Вливаю так, чтобы каша была покрыта водой, не больше. Каша должна быть покрыта, вот она. Ну, скажем, вода была вровень с количеством крупы. Закрываю ее какой-нибудь крышечкой и огонек поменьше делаю. Сразу же добавляю сюда щепотку соли, большую щепотку соли. Все, значит, занимаемся пока другими делами. Каша пусть набирает в себя воду. С овсяной кашей не так, как со всеми остальными видами круп. Здесь важно соблюсти баланс соли и сахара. В этом огромный секрет. Значит, пока у нас кашка забирает воду, нужно почистить яблоки. Вы чистите яблоки, как правило, так же, как и я. Ну, может быть, ножом, там, не важно, чем вы чистите. Важно, что яблоко должно быть почищено от кожуры. С кожурой, как в случае и с томатом, и с перцем, постоянно что-то застревает в зубах. Это все невкусно, непонятно. Многие ругаются, плюются и так далее. Как только яблоко очистилось, я включаю еще одну конфорту. Дальнюю, маленькую. Вот эту. Здесь у меня вода. Ну, какой-то объем воды здесь, может быть, мерите всегда так. Значит, один вы один стакан воды влили. Двое у вас два стакана. Хотите про запас, можете чуть больше налить. И вот эти все шкурки, которые у вас образовались от яблока, у вас есть два пути. Выбросить в мусор или сделать, как рекомендую я. Процессы идут. То есть, мы не тратим особо никакого времени. Я обрезаю яблоки, ну, по-вашему там наитию, смотрите, чтобы осталась серединка. Там косточки, там можно их, конечно, ковырять, как хотите. Но лучше всего обрезать, даже если у вас вдруг тут что осталось. Это все. В баскетбол мне надо бы подучиться играть, да? Сейчас кто-то подумает. Значит, обрезаем все лишнее. Это у нас рабочая часть. А эта часть не рабочая. Ее можно обрезать. А можно разрезать на несколько частей. и отправить сюда, к шкуркам. Значит, вот это яблоко, а вернее, так сказать, мякоть яблока, нужно нарезать какими-то такими адекватными кубиками, треугольниками, как будет вам угодно. Они не должны быть мелкие. Они должны быть такие, среднего размера. Чтобы, во-первых, удобно было есть. Во-вторых, чтобы они у вас в кашу не превратились в момент обжаривания. Я сразу же зажигаю еще одну конфорку. Все происходит в одном месте. Я думаю, что вам будет довольно понятно, как это работает. Значит, что у нас с крупой, которую мы залили? У нас получилась вот такая густая масса, которая напиталась водой. Воды уже, видите, там нету практически. И вот теперь самое время переходить к главному вкусовому, так сказать, процессу. Теперь мы берем молоко. Нюхаем, чтобы оно было у нас не скисшее. Пробуем, чтобы оно у нас было не скисшее. Огонь. И заливаем теперь все это молоком. Опять же, вровень. Не лейте много молока. Вот, теперь процесс у нас идет по-другому. Теперь нужно помешивать. И кашу превращать в кашу. Потому что для каждого русского человека это такая мешанина. Во-первых, вы ограничиваете количество молока в каше. Во-вторых, большое количество молока в овсяной каше мешает ей быть вкусной. Вы можете, конечно, и сливок туда запегачить. Ставим на самый маленький огонь. И варим при легком кипении еще 3-4 минуты, пока у нас тут греется сковородка. Чуть не перегрелась. Которая ожидает яблочек. Значит, что делаем с яблоками? Помимо того, что мы их нарезали. Вот сюда, в сковородку, я добавляю небольшое количество сливочного масла. Ну вот, сориентируйтесь, я не знаю. Ну типа там пол столовой ложки с горкой, наверное. Сковородку лучше не раскалять до красна. Иначе масло начнет гореть. Поэтому, если вдруг вы ее перекалили, немножко помашите ей. У меня сковородка стальная, без толстого дна. Остывает довольно быстро. Но пока что еще горячеватая. Теперь сюда отправляем масло. Сразу же яблоки. Слегка их перемешиваем. Некоторые думают о том, что типа вот там повара научились вот так делать, так всегда делают, понтуются. Нет, это не понты. Это я в одном из роликов рассказывал, почему так делают повара. Потому что процесс перемешивания с помощью лопатки вы воздействуете физически на продукт. И у него края обламываются, или что-то с ним происходит. Знаете, он мнется и так далее. Вот эта степень, так сказать, перемешивания, этот вариант перемешивания, он не дает продукту сильно-сильно напрягаться от всевозможных лопаток и всего прочего. И остается более-менее целый. Значит, смотрим, что у нас происходит с кашей. И в зависимости от того, насколько она жидкая нам нужна, сдабриваете молоком, перемешиваете и доводите до кипения, обязательно до кипения, чтобы молоко, так сказать, там приобрело стерилизованное, так сказать, стерилизованное состояние, стало безопасным и кайфовым. Кашу пока выключаем, потому что если хлопья у вас вот такие, как у меня, она довольно быстро варится. Если у вас овсянка просто такая давленая, знаете, геркулес мощный, его, конечно, нужно варить минут 15. Варите его в воде, варите, вода выпаривается, варите, получаете густую массу, а потом так же, как и я, начинаете ее разбавлять молоком и уже разваривать, давая ей вот эту клейковину и делая ей ее такой мощной и вкусной. Яблоки у нас слегка обжарились, я жарю их на слабом огне. Теперь я к яблокам добавляю ложку сахара и жарю вместе с сахаром, пока сахар у нас расплавится, а яблоки станут сладкими. Главная цель, которую мы достигаем вот в процессе обжаривания яблок, у нас яблоки должны обжариться, а внутри остаться сырыми, то есть быть аль денте, чтобы и форму держали, чтобы и вкус у них оставался хороший, и хрусткость и так далее. Обязательно растопите весь сахар. Если мало температуры, всегда я говорю, варьируйте, больше температуры, меньше, больше, меньше, больше, меньше. Значит, вот сюда вот у нас здесь, как вы уже поняли, варится напиток. Сюда мы добавляем, в зависимости от воды, 2-3 ложки сахара, потом попробуйте, и сами отрегулируйте количество сахара в компоте. Сюда можно добавить для вкуса, например, какой-нибудь сухофрукт. Очень часто у многих дома валяются, значит, чернослив там, или какие-нибудь абрикосы, или сливы, они становятся деревянные. Вот это то самое место. Не режутся даже. Это абрикосы у меня почернели, наверное. Да. Их можно бросить сюда же. Весь отход вот сюда. Значит, дальше. Яблоки. Мы видим, что у них, во-первых, у некоторых появилась сахарная корочка. Видите, здесь вот сахарная корочка появилась такая. Где-то сахар уже растекся. Яблоки берите любые, не запаривайтесь. Так вот, когда яблоки наполовину у нас уже обжарились, пора их посыпать корицей. На кончике чайной ложки. Но я не очень корицу люблю, поэтому я стараюсь ее сыпать немножко. Так, для, так сказать, для вкуса. Если вы любите побольше, сыпьте побольше. Высыпали корицу и выдавили сок лимона. Долька какая-нибудь у вас лимона там завалялась. Остатки от лимона, вы догадались правильно. Я не выкидываю, я их использую, вот эти вот уже подсушенные, либо в чай, либо, как сейчас, тот самый сироп. Компот, я хотел сказать. Вот сейчас пора нам добавлять туда сахар. Но сахара должно быть немного по сравнению с солью. Соли тоже не должно быть много. И, конечно же, щепотку масла. Масло, щепотку берите побольше, ну, такую адекватную. И, соответственно, все это тщательно перемешивайте. Вот когда баланс с солей у вас будет чуть выше, чем в других видах каш, тогда овсянка станет съедобная. В эту кашу добавляем уже, так сказать, состоявшиеся наши яблочки с корицей. Выкладывайте их сверху. Яблочки получаются шикарные. Главное, как я сказал, удержите то состояние, когда яблоко внутри слегка сыроватое. Вы поймете, что это гораздо вкуснее, чем просто какие-то тушеные яблоки, которые превратились уже почти в джем. Если вы решили, что, значит, вам нужны какие-то дополнительные украшения, то можете, то можете использовать пару-тройку ягод. Ну, там, не знаю, голубику или кто считает, что это уже излишество, ну, тогда можно и не использовать вовсе. А кто любит, тот может еще и клубнички добавить. Не забывайте об этом. Что красиво поданная каша уже заведомо вкуснее, чем просто наваленная в тарелку какая-то жижа. Ну, а дальше нужно взять ложку и пробовать. Компотик, который сварился, обязательно остудите. Значит, когда он будет теплый, уже не горячий, бросьте, пожалуйста, туда ветку зеленого базилика. И потом, когда он полностью остынет, процедите и пейте с удовольствием. И шкурки не пропали. И, в общем, польза большая. Да, не забывайте об этом. С утра даже и горячий компот очень круто заходит. Я не понимаю людей, которые не любят овсяную кашу. Приготовьте ее вот так вот. И с яблочками. И с корицей. И вы измените свое отношение к овсяной каше. Ведь правильный завтрак, самое главное, вкусный, как я уже сказал, как я уже сказал, делает весь наш день. Поэтому, как вы подкрепитесь с утра, так вы день и проведете. Ну, хотя бы доживете до обеда. Пока, друзья. Ешьте вкусно и оставайтесь дома. Музыка. Пока, друзья.